Фантастика — один из наиболее интереснейших киножанров, который позволяет отправиться в мир будущего, вернуться в далёкое прошлое, побывать в космосе или параллельной вселенной. В общем, неиссякающий для фантазии жанр. Здесь собрано 10 наиболее интересных фантастических фильмов, вышедших за последние пару лет, но без крупных блокбастеров и супергероики, которые вы и так все видели и знаете. Финч. Режиссёром этой фантастической драмы выступил Мигель Сапочник, постановщик нескольких эпизодов «Игры престолов», настоящего детектива и шоураннер спин-офф о Таргариенах «Дом дракона». А в процессе разработки проекта к нему присоединился ещё в качестве продюсера Роберт Зимекис, который, в свою очередь, привёл на главную роль Тома Хэнкса. В общем, действие фильма разворачивается после экологической катастрофы на Земле. Население планеты фактически перестало существовать за исключением некоторых счастливцев, спрятавшихся в бункерах. Один из таких — Финч, выживший инженер-робототехник. Он живёт вместе со своим псом и однажды создаёт робота-андроида, чтобы было кому позаботиться о собаке после его смерти. И вот вместе они отправляются в путешествие. Здесь не будет много экшенов, повествование неспешное, но время за просмотром на самом деле пролетает легко и незаметно. Спецэффектов тоже немного, а те, что есть, сделаны вполне убедительно. Ну и формула Том Хэнкс плюс пёс плюс робот даёт в итоге огромный запас доброты и позитива. Любовь и монстры. Постапокалиптическая драма с элементами романтической комедии. Сюжет вполне типичный. Человечество взрывает летевший на Землю астероид, это вызывает мутации у некоторых существ, и Землю заполняют огромные монстры. В итоге 95% человечества истреблено, а остальные скрываются в бункерах, объединившись в общины. В одной из таких живёт главный герой Джоэл. Произошедшие события разделили его с девушкой, и уже 7 лет он общается с ней только по радио. Но в один день Джоэл решает выбраться из бункера и отправиться в опасное путешествие к лагерю своей любимой. Несмотря на такой банальный сюжет, это действительно удачная попытка скрестить комедийную фантастику, подростковую постапокалиптику и монстр-муви про огромных тварей, которые, кстати, выглядят очень даже достойно для фильма с 30-ти миллионным бюджетом. Лёгкое кино, которое и не пытается быть чем-то более серьёзным. Почти два часа от личного развлечения. Удивительно, как много вещей можно забыть о мире. Например, запахи. Дрова, деревья, цветы. Конечно, слегка воняет мертвичиной, но... Космические чистильщики. Это первая, настолько крупная попытка южнокорейского кинематографа покорить космос. Сил на проект не пожалели, поэтому здесь есть гигантские космические станции, роботы, футуристические города, взрывы и космические битвы. Земля ещё жива, но подключена к аппарату жизнеобеспечения. В общем, действие этой сай-фай-комедии происходит в конце 21 века на борту космического мусороуборочного корабля под названием «Победа». Однажды экипаж корабля находит человекоподобного робота-ребёнка, и тут начинаются их приключения. Фильм достаточно простой, а сюжет прямолинейный, напоминающий сразу несколько других космических лент. Из минусов это хронометраж мог бы быть и поменьше. И ещё тут иногда случаются провалы в логике. Но смотрится всё вместе неплохо и даже увлекательно. При сравнительно малом бюджете здесь хорошие визуальные эффекты и дизайн. В итоге вполне симпатичная космическая фантастика. «Война будущего». Фантастический боевик с Крисом Праттом в главной роли. И это первый фильм, в котором Пратт стал ещё и исполнительным продюсером. Картина рассказывает о будущем, где идёт разрушительная война с инопланетной расой, и в попытке переломить ход конфликта учёные начинают призывать в свою армию солдат из прошлого. В сценарии этого фильма определённо есть зачатки сильной идеи. Но, как и во многих фильмах о путешествиях во времени, здесь придётся проигнорировать некоторые логические несостыковки и клише. При этом фильм действительно масштабный, зрелищный и эффектный. Блокбастер на 140 минут, который так и не увидел большие экраны. Не без недостатков, но это не мешает ему быть интересным зрелищем. Кислород В свободе Элизабет должна восстановить заблокированные воспоминания. Это фильм, доказывающий, что история, в которой главная героиня находится на протяжении полутора часов в одной и той же капсуле, может быть не только интересной, но и захватывающей. Такой компактный триллер, обманывающий ожидания. И на первый взгляд нелепые допущения превращает в сильные сюжетные ходы. Ну, а экшен и напряжение тут в буквальном смысле создаются на паре квадратных метров. Воспоминания Это дебютная режиссерская работа Лизы Джой. Она была сценаристкой сериала «Мир Дикого Запада». Действие этого фильма происходит в полузатопленном Майами недалекого будущего. Океан активно наступает на город, богачи при этом отгородились от остального мира высокими дамбами, остальные же вынуждены барахтаться в этом так называемом мокром городе. И вот в условиях такого апокалипсиса популярной становится новая технология, позволяющая людям возвращаться обратно в воспоминания и заново переживать приятные моменты жизни. Емкость изначально была инструментом для допросов, а потом ностальгия стала образом жизни. Главный герой в исполнении Хью Джекмана и его напарница владеют частным салоном, который как раз таки и предлагает услугу по просмотру воспоминаний. И однажды к ним в контору приходит загадочная женщина, встреча с которой приводит к серьезным событиям в жизни главного героя. С технической стороны это грамотно сделанное кино. Экшн-сцены здесь есть, они качественные, но их немного, а актерская игра на высоте. Временами слегка затянуто, но смотреть приятно. «Мой создатель» Это дебютная режиссерская работа британца Гэвина Ротари, наиболее известного как художник-постановщик «Луны-2112». Действие фильма происходит и в недалеком будущем. Главный герой — молодой ученый-инженер, который пытается обмануть смерть и вернуть любимую с помощью передовых технологий. На первый взгляд сюжетная завязка кажется банальной и не новой. Подобное, кстати, можно было наблюдать в репродукции с Киану Ривзом. Но здесь совсем другая фантастика и совсем другие идеи. А в определенный момент фильм вообще превращается в полноценный киберпанк. Так что визуально все это смотрится очень красиво. Но фильм не тороплив в повествовании, с долгими пролетами камеры и может многих отпугнуть этим. Хотя в этом и кроется плюс, удается в куда большей степени раскрыть и замысел авторов, и эмоции героев. В петле времени Это полнометражный дебют бразильского режиссера и сценариста Бруно Бинни, который смешивает здесь воедино триллер, научную фантастику и романтику. Главный герой — умный и скромный студент-физик, одержимый теориями о путешествиях во времени. После трагедии с его беременной девушкой он ищет дорогу в прошлое, чтобы изменить настоящее, но оказывается в петле катастрофических событий. Если знаешь, что смерть неизбежна, но душе становится спокойнее. Структура повествования в фильме нелинейная, а сюжет вполне стандартный. Но при этом у него тщательно проработан визуальный стиль, который отлично передает напряженную и удручающую атмосферу. Но, как и во всех фильмах, касаемых временной петли, здесь есть к чему придраться в логике. Ты сможешь. Нет, не могу. Я помогу тебе. Я помогу тебе. Первый клон. Южнокорейский научно-фантастический боевик. В центре истории оказываются два главных героя. Один — бывший агент разведки, который страдает от головных болей и чувства вины за ошибки своего прошлого. А второй — первый клон человека с бесценной ДНК, который никогда не покидал пределов лаборатории. Однажды тайна этого клона оказывается под угрозой, и агент разведки должен сопроводить его в новое секретное убежище. Фильм полностью соответствует заявленным жанрам, то есть фантастика, драма и боевик. Однако в определенный момент боевик превращается в философское роуд-муви, сосредоточенное на взаимоотношениях двух главных героев. Итак, из научно-фантастического блокбастера на первый план выходит человеческая история о том, есть ли шансы у современного Франкенштейна, созданного с благими намерениями, выжить в бездушном и циничном обществе. Собок не человек. Вы это знаете. «Маленькая рыбка» Это драма с элементами фантастики, основанная на коротком рассказе, который в дальнейшем сама автор и превратила в сценарий, а главные роли исполнили Оливия Кук и Джеку Коннелл. Они играют молодую семейную пару, чувства которых оказываются под угрозой из-за стремительно распространяющегося вируса. На человечество обрушилась чума, из-за которой люди забывают все, и даже любовь. И лекарства нет. Фильм, по сути, ближе к независимому кинематографу и стилистически, и по содержанию. Повествование его хаотичное, а история взаимоотношений главных героев подается во флэшбеках, прерывая основную сюжетную линию. Темп при этом неторопливый, но все же нельзя сказать, что сюжет где-то провисает или буксует. И по визуальному тону и стилю повествования картина может напомнить вечное сияние чистого разума или последнюю любовь на земле. Тогда-то и началась наша история. На этом все. Спасибо за внимание и удачи. Добро пожаловать в апокалипсис, малец. Еда хреновая, но хотя бы всегда на всех хватает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok